Учитывая, что они не могут достичь целевого уровня инфляции, мы считаем, что Федрезерв будет действовать осторожно и не будет больше повышать ставки в 2017 году. Центробанк, скорее всего, подождёт до начала 2018 года, чтобы внедрить очередное повышение ставок. Здравствуйте, Грегори. Спасибо, что согласились пообщаться с Дукаскопи-ТВ. Я рад снова видеть вас. Сегодня мы поговорим о Федеральном комитете по операциям на открытом рынке и их планах на будущее. Увидим ли мы ещё одно повышение ставок? Каким будет их следующий шаг? На данный момент кажется маловероятным, что мы увидим ещё одно повышение ставок в этом году. Учитывая всё это, что вы ожидаете увидеть? Вы правы. Вчера прошло очередное заседание Комитета по операциям на открытом рынке. Мы заметили, что Федрезерв больше не намерен повышать процентные ставки в этом году. Главным индикатором их нежелания повышать ставки стало заявление одного из представителей Центробанка, в котором он отметил изменение подхода к уровню инфляции. На данный момент уровень инфляции в США не дотягивает до целевого уровня Центробанка в 2%. И Федеральный резерв отметил это в своём заявлении, заявив, что показатель инфляции сейчас немного ниже 2%. И из этого стало понятно, что на самом деле показатель инфляции намного ниже целевого уровня. Учитывая, что они не могут достичь целевого уровня инфляции, мы считаем, что Федрезерв будет действовать осторожно и не будет больше повышать ставки в 2017 году. Центробанк, скорее всего, подождёт до начала 2018 года, чтобы внедрить очередное повышение ставок. Недавно я говорил с несколькими людьми на тему ослабления курса доллара. Текущее понижение курса валюты – это хорошая новость для Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Поможет ли это нормализовать баланс? Сразу после выборов в США мы видели резкое повышение курса доллара. Оно произошло на фоне ожиданий, связанных с масштабным планом фискальных реформ, которые должны были простимулировать экономику. Также все ожидали увидеть ослабление бюрократического давления на бизнес. Это должно было дать больше свободы бизнесу. То есть компании смогли бы более свободно тратить средства. Но совсем недавно мы увидели разочарование в отношении прогресса в политической сфере. И сейчас происходит переоценка ожиданий в отношении состояния экономики США в следующем году. В результате мы видели ослабление курса доллара. Как правило, снижение курса доллара оказывает положительное влияние на экономику. Оно способствует усилению конкурентоспособности в сфере торговли. Также это приводит к усилению инфляционного давления. Возможно, это поможет Федрезерву достичь целевого уровня инфляции в 2%. Поэтому низкий курс доллара, на первый взгляд, может показаться негативным моментом. Но, по сути, это может оказать и положительное влияние на экономику, и помочь Центробанку достичь целевого уровня инфляции в 2%. Это, несомненно, может помочь Центробанку. Как будет себя чувствовать экономика США в долгосрочной перспективе? Вы настроены оптимистично? Что касается экономики США, то мы скорее настроены нейтрально. На данный момент экономика застряла в ситуации, которую мы называем рост на уровне 2%. Это означает, что в экономике не так много факторов, которые влияют на положительный или отрицательный рост экономики, и потому показатели роста постоянно колеблются вокруг отметки в 2%. В каком-то смысле это неплохо. Фундаментальные индикаторы всё ещё положительные. Это такие индикаторы, как рост уровня занятости, рост уровня заработных плат. При этом потребители продолжают тратить свои средства умеренными темпами. Активность в сфере бизнеса немного усилилась после двух лет спада в 2015 и 2016 году. Это произошло на фоне усиления мировой экономики, так как активность мировой экономики также усилилась. При этом дела у еврозоны и Китая также идут неплохо. Все эти элементы оказывают поддержку США. И в целом ситуация в экономике довольно положительная. Мы полагаем, что в будущем экономика США продолжит расти примерно такими же темпами. И в результате Федрезерв, скорее всего, захочет использовать вторичный инструмент монетарной политики. Я имею в виду баланс. Соответственно, Центробанк попытается нормализовать свой баланс. Их действия будут пассивными и предсказуемыми. Но при этом регулятор хочет показать рынкам, что он стремится к нормализации монетарной политики. И будет этого достигать с помощью вторичного инструмента, а не первичного, которым является повышение процентных ставок. Грегори, спасибо за ваши комментарии. Приятно было пообщаться с вами. Спасибо за приглашение. На этом наше время подошло к концу. Если вам понравилось это видео, заходите на наш сайт ducascopy.tv. Субтитры подогнал «Симон»